МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Работа по уборке города от снега не останавливается. Как очищают дороги и дворы в разных районах Самары, обсудили на еженедельном совещании в городской администрации. Комфортная температура независимо от погодных условий. Глава Самары Елена Лапушкина проверила работу детского сада номер 358, где установили оборудование для автоматической регулировки отопления и горячей воды. Назвали лучших в шести номинациях. В Самаре вручили премию «Народное признание». Край родной, навек любимый. В Самарской библиотеке прошел час краеведения, приуроченный ко дню Самарской губернии. На этой неделе православные верующие отметят большой церковный праздник – крещение Господне. Для купаний в Самарском регионе оборудуют 70 купелей, 25 на водоемах и 45 при храмах. Меры безопасности жителей региона обсудили на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. Безопасность людей обеспечат силами сотрудников УВД, администрации муниципалитетов, добровольных народных дружин, частных охранных предприятий, представителей казачества. Глава региона подчеркнул необходимость обеспечить дежурство медиков в местах массового пребывания людей во время крещенских купаний. Соответствующее поручение дано в Рио-министр здравоохранения Самарской области Армену Беняну. Также Дмитрий Азаров акцентировал внимание на информирование жителей региона о соблюдении мер безопасности и рисках для здоровья, связанных с купанием в купелях, особенно для людей, у которых есть симптомы респираторных заболеваний, повышенной температуры и кашель. Содержание городских территорий в период снегопада стало главной темой еженедельного рабочего совещания в городской администрации. Представители профильных департаментов и муниципальных предприятий доложили о проведении работ по расчистке. Днем 15 января на смену вышли 282 единицы техники и 3302 дворника. Особое внимание уделено обработке улиц противогололедными материалами, продолжается очистка от снега, остановок общественного транспорта и тротуаров. Только за прошедшие сутки на площадке временного склондирования было вывезено более 2400 тонн снега. Всего с начала сезона показатели превысили 112 тысяч тонн. Обсудили во время совещания и содержание внутри дворовых территорий. Специалисты предприятия ГАТИ по благоустройству совместно с районными администрациями проводят выездные проверки работы управляющих компаний и других обслуживающих организаций, в том числе по сообщениям, поступающим из социальных сетей. Если работа выполняется некачественно, то на такие компании составляют административные протоколы. Напомним, ранее из-за интенсивных осадков, а за январь уже выпало две трети месячной нормы, глава Самары Елена Лапушкина поручила ответственным службам скорректировать график работы. У нас было заранее, как бы, вечером проговорено, что подрядчики выходят и работают по продленной схеме, и так, чтобы к моменту выхода жителей и общественного транспорта у нас основные дороги были прочищены. Управляемое тепло. Глава Самары Елена Лапушкина оценила оборудование, которое установили в детском саду 358. Оно позволяет автоматически регулировать горячее водоснабжение и отопление. Дошкольное учреждение стало участником пилотного проекта, направленного на обеспечение комфортной температуры в помещениях в зависимости от погодных условий. Подробности в нашем материале. Тепло, которым можно управлять. Глава Самары Елена Лапушкина и директор самарского филиала Т-Плюс Александр Гришатов побывали в детском саду номер 358. Осенью прошлого года там было установлено оборудование для автоматической регулировки горячего водоснабжения и отопления. Дошкольное учреждение стало участником пилотного проекта, направленного на обеспечение комфортной температуры в помещениях в зависимости от погодных условий. В частности, оборудование исключает перетопы, оптимизируя расход теплоносителя. Мы реализуем в этом году пилотные проекты на ряде как многоквартирных домов, так и объектах социальной сферы. И дооснащаем старые узлы тепловые, автоматикой регулирования погодного. Она включает в себя как датчики контроля температуры и давления, так и насос смешения, который позволяет в нужный момент времени подавать оптимальное количество тепловой энергии для осуществления отопления зданий. Также в планах замена системы отопления на втором этаже детского сада. По словам заведующей, система отопления в учреждении была запущена в 1970 году и уже устарела. Сейчас с легкостью удается поддерживать в группах не ниже 22 градусов тепла. Требования САНПИ на минимальную температуру предполагают 21. Но 22 – это самая комфортная температура. То есть здесь уже ни респираторные, ни вирусные заболевания не развиваются. И дети, они же все время двигаются. То есть они не стоят, не сидят, поэтому для них это оптимально хорошо. То есть все ходят в шортиках, в носочках, в гольфиках, в платьицах с коротким рукавом. После завершения отопительного сезона станет понятно, удалось ли сэкономить средства благодаря работе новой системы. В Самарской области аналогичным оборудованием оснастили 9 объектов. В Самаре – это лицей информационных технологий, многоквартирные дома в Советском и Железнодорожном районах. Виктория Шарой, Константин Головин. События. В Самаре обсудили проблемы работы общественного транспорта, которые есть в Куйбышевском районе. Во встрече приняли участие руководство Департамента транспорта, администрации Самары, представители компании-перевозчика и компании, которые занимаются мониторингом дорожной ситуации. Основные вопросы повестки совещания касались работы автобусов 36-го и 63-го маршрутов. На эти маршруты от жителей на прошлой неделе поступили жалобы. Подвижной состав часто задерживается или вовсе не выходит в рейс. Профильным департаментом нарушения были зафиксированы. 36-й маршрут, сбои по нему есть, они не такие критичные, как раньше были. Сейчас мы работу налаживаем. На 36-м маршруте любой сбой, который происходит, он сразу негативно влияет. То есть сразу выпадают у нас либо один, либо два рейса. Поэтому перевозчик нас заверил, что у них в горячем режиме будет стоять всегда дополнительная машина, которая в случае невыхода или сбоя на маршруте сразу будет подменять 36-й маршрут. Со своей стороны профильный департамент учел все рейсы, которые не были организованы должным образом. Соответственно, перевозчик будет оштрафован. Специалисты поясняют, по маршруту 36 подразумевается оплата за перевезенных пассажиров. Выручку от оплаты проезда перевозчик оставляет себе, а заказчик осуществляет ему доплату до экономически обоснованного тарифа. Он выше реальной стоимости, в которую пассажирам обходятся поездки по факту. А по маршруту 63 рейсы организуются в рамках исполнения контракта. С оплатой выполненной транспортной работы. И это уже другая методика. Новая модель, ориентированная в первую очередь на выполнение планового количества рейсов по утвержденному расписанию. То есть заказчикам учитывается километраж фактически выполненных поездок от начальной точки до конечной, а также отсутствие или наличие отклонения от расписания движения общественного транспорта по маршруту по неуважительной причине. Таким образом, при таких контрактах невыполненная транспортная работа или работа, выполненная с отклонением от расписания, по неуважительной причине не оплачивается. Кроме того, предусмотрены штрафные санкции. Также на сегодняшний вечер была запланирована встреча с жителями Куйбышевского района, чтобы они смогли задать все интересующие вопросы касаемо работы транспорта, обсудить предлагаемые меры, рассмотреть необходимость внесения коррексивов в расписание движения автобусов. Далее коротко о других темах дня. Производство автомобилей в России в 2023 году выросло на 16%. С конвейера сошло свыше 720 тысяч машин разных сегментов. А всего на внутреннем рынке было реализовано более миллиона трехсот тысяч новых автомобилей всех видов. Об этом рассказал вице-премьер Денис Мантуров. Восстановлению спроса способствовали запущенные госпрограммы. На механизмы льготного лизинга и автокредитования в прошлом году было направлено около 16 миллиардов рублей. Это позволило обеспечить продажи 62 тысяч автомобилей. В текущем году правительство выделило средства на продление программы. Также по поручению президента к запуску готова программа льготной покупки машин для многодетных семей Дальнего Востока. В холодную погоду не нужно убирать руки в карманы. Это приводит к тому, что человек не может согреться. А вот ношение перчаток и ритмичное движение рук при ходьбе обеспечивает полноценный кровоток и поддерживает теплообмен. Об этом рассказывают физиотерапевты. Они советуют зимой одеваться как капуста. Многослойность в одежде помогает сохранять тепло. Если на морозе у человека побелел кончик носа или мочки ушей, это повод срочно принимать меры. В первую очередь нужно пойти в теплое помещение. Нельзя сразу прислоняться к батарее и растирать замерзшее место. Если через 30-40 минут замерзший участок кожи не становится розовым, а остается бледным или даже темнеет, нужно обратиться к врачу. Сильные морозы опасны не только для людей, но и для животных. По словам экспертов, время прогулки с домашними питомцами зависит от того, какая температура на улице и насколько животное пушистое. Если шерсть короткая, либо ее практически нет, обязательно нужно использовать одежду для животных и специальные ботинки. Они спасают лапы от реагентов. Если животное на прогулке начинает поджимать поочередно лапы, это сигнал к тому, что пора идти домой. Если питомец замерз, то его нельзя согревать в горячей или теплой воде. Лучше укутать в одеяло. Практически каждый второй россиянин выбирает экологичные способы утилизации новогодних хвойных. 26% сдают деревья в переработку, 16% распиливают на дрова, 4% отдают в зоопарк и еще 1% мастерит из ели сувениры. Это выяснил сервис по поиску работы. 37% россиян уже выбросили или планируют выбросить живую новогоднюю ель в мусор. 14% еще не решили, как поступят с деревом. По сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще сдавать новогодние деревья в переработку и в зоопарке, а также реже выбрасывать хвойные в мусорные баки. В Самаре прошла торжественная церемония честования лауреатов акции «Народное признание». Уже 16-й раз в регионе проходит вручение этой премии. Победителей и лауреатов поздравил губернатор Дмитрий Азаров. На церемонии также присутствовала глава города Елена Лапушкина. Кем по праву может гордиться Самарской области, расскажет Галина Топилина. За Елену Гуляеву на муниципальном этапе акции «Народное признание» проголосовало большинство жителей Куйбышевского района Самары. Именно здесь Елена начала свой творческий путь и по сей день руководит ансамблем «Народные песни» в местном ДК. Елена Гуляева – автор и исполнитель фольклорной музыки. Признается, некоторые ее песни настолько вошли в музыкальный мир, их называют русскими народными, исполняют по всей стране и удивляются, что у этих композиций есть автор. Елена вошла в тройку победителей в номинации «Признание и уважение» премии «Народное признание-2023». У меня, конечно, переполняют эмоции и чувства именно от того, что действительно вот в этой акции «Народное признание» здесь уже, ну как сказать, от меня уже не зависело и уже действительно поддержали все жители, скажем так, Самары, Самарской области. Я очень рада, что меня знают, поддерживают. Думаю, что все-таки это стало именно от того, что мои песни, авторские песни, которые я сочиняю, исполняются по всей России. На церемонии присутствовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Глава региона вручил награды победителям в номинации «Герои нашего времени». В Самарской области живут удивительные люди, энергичные, талантливые, настоящие патриоты своей страны. Люди профессиональные и ответственные, люди неравнодушные. Именно жители Самарской области и являются главным богатством нашей Самарской земли. И благодаря им, всем нам, всем, потому что мы вместе, нам есть чем гордиться. В финальном этапе конкурса «За победу» в шести номинациях боролись 60 претендентов. Это люди, проявившие себя в социально-экономической, культурно-просветительской областях, благотворительной деятельности, патриотическом воспитании. Это мероприятие останется у каждого из сидящих в зале на всю жизнь. А сегодня мы видим, что на эту сцену может выйти каждый житель Самарской области, если он будет честно, от души и от сердца совершать подвиги на благо Российской Федерации, Самарской области, помогать ветеранам, защищать их интересы, заниматься патриотической, воспитательной работой на местах. Акция «Народное признание» прошла в регионе в 16-й раз. За годы ее проведения было подано более 7 тысяч заявок на участие. В конкурсе 2023 года был установлен рекорд по количеству заявок – 757 номинантов. Галина Топилина, Константин Головин. События. Еще одно награждение состояло и в Самарской городской думе. Там подвели итоги творческого конкурса. «Сочинение среди школьников. Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для города?» Жюри выбрало 20 победителей из почти 4,5 тысяч работ. Андрей Горгуленко расскажет подробности. Пусть и название конкурса «Сочинение «Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для города» связано с волшебством, Кира Бряузова из 124-й школы решила в своей работе отметить те пожелания, которые могут быть реализованы. Такой практический подход жюри конкурса оценила и отметил ее сочинение среди победителей. «Я считала, что уже человек взрослый, мудрый. Хотелось бы то, что я могу уже сама реализовать. Дать идеи, дать наброски. Конечно, мечтать мы можем каждый. Мы можем это говорить, писать. Но хочется, чтобы именно то, что действительно можем реализовать». Победителями конкурса «Сочинение» стали 20 школьников. Их поздравили и наградили памятными призами в Самарской городской думе. Общаясь с ребятами, председатель думы Алексей Дегтев отметил, что есть идеи, которые могут быть реализованы и которые будут обсуждаться на заседаниях законодательного органа. «Таких примеров предостаточно, которые имеют право на жизнь. Где-то даже может перейти не просто в план действия, а в такую стратегическую программу. А самое главное, она исходит от ребят, которые живут в городе. А самое главное, которым будет возможность в том числе и заниматься этой реализацией». В этом году на конкурс поступило рекордное число заявок. Почти 4,5 тысячи сочинений от учащихся 9-11 классов из 138 образовательных учреждений города. Конкурс стал традиционным, поэтому у многих ребят будет целый год, чтобы обдумать свое следующее сочинение и предложить то, что действительно поможет сделать жизнь в Самаре комфортнее. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. В Самарской библиотеке номер 33 для читателей прошел час краеведения. «Край родной, навек любимый» в честь Днеобразования Самарской губернии. Специалисты рассказали читателям неизвестные факты о становлении и развитии региона, а также подготовили музыкальный подарок. Подробности в нашем сюжете. Неизведанные страницы истории создания Самарской губернии узнали посетители библиотеки номер 33. Гости послушали лекцию о постепенном успешном развитии региона от образования в 1851 году до одной из крупнейших экономических и культурных областей страны. При этом встреча проходила в интерактивном формате, и посетители сами могли дополнять рассказ известными им фактами и своими воспоминаниями. Мы всегда выбираем какие-то новые любопытные факты, которых, может быть, не часто встретишь. Наши зрители, которые приходят, они что-то знают, что-то они всегда добавляют сами, потому что они тоже любопытные и знающие посетители наши. Краеведческую программу сопровождали романсы и песни. В исполнении солистки Самарского театра оперы и балета имени Шостаковича Натальи Бондаревой, которая погрузила гостей в атмосферу второй половины XIX века. Издалека долга, течет река долга, течет река долга, отца и края нет. Час краеведения, край родной, навек любимый, в библиотеке ежегодно проводят в честь Дня образования Самарской губернии, который отмечается 13 января. Оно проходит в череде патриотических мероприятий, которые регулярно устраивают в учреждении, в том числе и среди детей. Для детей у нас проводятся отдельные мероприятия, также и посвящены каким-то праздникам. Очень много мероприятий по третическому воспитанию, по краеведению, по продвижению чтения. Много мероприятий с детьми проходит. У нас заключены договора со школами. Анонсы предстоящих мероприятий в библиотеке можно увидеть в их группах в социальных сетях. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Когда тыква превращается в карету, крыса в кучера, платье в наряд для бала. Это история о кротости, доброте и вере в чудо. Старая сказка Шарля Перо «Золушка» ожила на сцене театра «Камерная сцена». Такой новогодний подарок для детей с ограниченными возможностями здоровья организован театром совместно с городской организацией Всероссийского общества инвалидов. Подробности расскажет Галина Топилина. Наталья Клочкова называет себя настоящим театралом. С начала года сыновьями Архипом и Ярославом увидели уже третий спектакль. Наталья радуется в виде интерес и любопытства в глазах своих детей во время и после представления. Поэтому и в этот раз морозная погода не помешала добраться до театра. Тем более «Золушка» – одна из любимых сказок. С плеской эмоций мы довольны, мы сияющие, дети довольны, веселые. Ну, конечно, в конце, когда еще дадут сладкий подарок, это будет труд. Показ спектакля по мотивам сказки Шарля Перо организовали Самарский театр «Камерная сцена» совместно с городской общественной организацией Всероссийского общества инвалидов. Специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. Когда дети приходят на такие мероприятия, всегда видно, как они радуются. Понимаете? А если ребенок рад, значит рады родители. То есть мы дарим радость людям в общении, в любом окружении, даже просто в выходе из дома. Это очень важно. Поэтому мы стараемся это делать как можно чаще. В конце января общество инвалидов совместно с театром «Самарская площадь» и представителями церкви планируют провести мероприятие «Рождественское благословение». Его приурочат к Году семьи, которым в России объявлен наступивший 2024 год. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. Баскетболисты Самары продолжают сражаться за право попасть в топ-6 команд единой лиги и досрочно оформить выход в плей-офф. Хоккеисты «Лады» прервали серию из пяти поражений в КХЛ. А лучшие теннисисты всего мира, среди которых и уроженки Самарской области, сражаются на австралийских кортах на первом турнире «Большого шлема» в сезоне. Подробности в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты Самары одержали тяжелую победу в выездном матче против Нижнего Новгорода в рамках единой лиги. С первых минут самарцы повели в счете и в первой половине так и не позволили сопернику выйти вперед. После перерыва хозяева до минимума сократили отставание, но после этого Самара сделала еще один рывок, и разница вновь стала двузначной. Нижний предпринял попытку вернуться в игру, но в концовке удача улыбнулась гостям. 79-73 победа Самары. Баскетболистки Самары в рамках премьер-лиги на выезде встречались с лидером турнира у ГМК из Екатеринбурга. Фаворит начал встречу сходу, организовав себе преимущество в 13 очков, и спокойно контролировал ход встречи. Гости лишь иногда сокращали отрыв до 7-8 очков. А после перерыва самарчанки провели ударный отрезок и сравняли счет. Но сил на четвертую четверть не хватило, хотя Самара и не сдавалась до последних минут. Поражение 58-65. Хоккеисты «Лады» прервали серию с пяти поражений подряд в КХЛ. Тольяттинцы на выезде переиграли Екатеринбургский автомобилист. Встреча началась с активных атак хозяев, но гости сдержали их и смогли дважды отличиться. Но перед самым перерывом позволили одну шайбу отыграть. Затем игра продолжилась в этом же ключе. Уральцы атаковали, а тольяттинцы уверенно защищались. В третьем периоде «Лада» вернула преимущество в две шайбы, но хозяева до конца игры смогли сравнять счет. Встреча перешла в овертайм, который продлился только полторы минуты. Тольяттинцы забили и победили. 4-3 в пользу «Лады». Волейболисты «Новой» не смогли в выездном матче Суперлиги навязать борьбу одному из лидеров турнира – московскому «Динамо». Столичная команда провела всю игру без серьезных ошибок и свела к минимуму всю интригу в матче. Навакуйбышевцы ни в одной из трех партий не смогли набрать больше 20 очков. Итог – поражение 0-3. В Австралии стартовал первый теннисный турнир «Большого шлема» в новом сезоне. Уроженки Самарской области уже провели матчи первого раунда на соревнованиях. Диана Шнайдер не смогла переиграть итальянку Есмин Паолине – 3-6-4-6. За 1 час 11 минут Диана один раз подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и отдала 4 гейма на своей подаче. А вот Анастасия Павлюченкова свой матч выиграла. Она одолела Донну Векич из Хорватии – 6-4-6-4. За 1 час 50 минут Уроженка Самары сделала 5 эйсов, 9 двойных ошибок и взяла 4 гейма на подаче соперницы. Ночью свой путь на турнире начнет и Дарья Касаткина. Ей предстоит играть против американки Пейтон Стирнс. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. До 29 февраля в Самаре и регионе введется прием заявок на следующий конкурсный отбор общественных проектов по государственной программе поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области, губернаторский проект «Содействие». На минувшей неделе из 95 социально значимых инициатив населения региона конкурсная комиссия одобрила 21 инициативу, поступившую от жителей Самары. Проекты будут воплощены в жизнь в текущем году. Проект «Содействие» направлен на поддержку социально значимых инициатив жителей региона и средств областного бюджета. Всего за период реализации программы на рассмотрение комиссии было предоставлено 2401 общественная инициатива. Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из 14 направлений, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Активные жители Октябрьского района уже воспользовались такой возможностью. Важной проблемой жильцов домов 24-28 по улице Гагарина является парковка автомобилей на придомовой территории. Автовладельцам катастрофически не хватает места, поэтому жители решили участвовать в губернаторском проекте «Содействие». В случае реализации проекта проезжая часть станет свободнее, уменьшится время самого процесса парковки и улучшится взаимоотношение жильцов домов, сообщает телеграм-канал Октябрьского района Самары. 15 января отмечается День образования Следственного комитета России. Соответствующий закон вступил в силу в 2011 году. В 1713 году в России появились первые специализированные следственные органы. Впервые отделить следственное ведомство от других государственных структур решил Петр I. Император осуществил судебную реформу, разделив уголовный процесс на две стадии. Предварительное расследование и судебное разбирательство. Телеграм-канал Красногринского района поздравляет сотрудников и ветеранов Следственного комитета. Выражает благодарность за службу и преданность своему делу. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!